Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом третий. Псалом третий является первым в числе так называемых «песней плач». По его контексту мы видим, что верность человека Богу подвергается испытаниям. Судя по надписанию псалма, в нем звучит плач Давида в связи с восстанием его сына Авессалома. Святитель Иоанн Златоуст подмечает на этот счет, что в отличие от песен о легендарных героях, в данном случае чести и похвалы удостаивается не военачальник, не возница, не образцовый борец, а изгнанник, который спасается бегством от своего сына. Этот псалом, по мнению Златоуста, дается нам в назидание, чтобы мы при всех приключающихся неприятностях, каковы бы они ни были бы, благодарили Бога. В отличие от Второй книги царств, данный псалом не сообщает нам ничего конкретного в отношении разного типа врагов, нечестивых людей, многих восстающих, которые окружили страдальца. Слово «многие», которое переводится на славянский язык как «тьма», означает какое-то невероятно большое количество людей, может быть, тысячи, десятки тысяч людей, по-гречески «мириады». Герой псалма одинок. Он обложен со всех сторон лагерями противников. Но он по-прежнему уповает на помощь Божию, ищет спасение на сватой горе его, где расположен Иерусалимский храм. Аналогичный опыт был и у пророка Иеремии. Блаженный Феодорит полагал, что святая гора – это не только образ земного Иерусалима, но и образ неба, с которого внемлет молящимся Бог. Страдания праведника не были бы так тяжелы, если бы дело касалось какой-то личной неприязности, личной ненависти по отношению к нему от врагов. Конечно, личную обиду не так уж просто переносить. Но это возможно, когда в борьбе за жизнь есть хоть какая-то надежда на лучшее будущее. Однако, когда окружающие люди коварно направляют в сердце отравленные слова, нет ему спасения в Боге, тогда человек может, засомневавшись, потерять последнюю точку опоры, ту соломинку, за которую держится его вера, ту соломинку, за которую он хватается, утопая. Мы не знаем, были ли слова «нет ему спасения в Боге» произнесены врагами по ненависти, или, напротив, они были сказанными некими сочувствующими прохожими, которые, качая головой, не верили, что что-то для этого человека может измениться к лучшему. Не так уж важно, были ли они врагами или друзьями, они не верят и подрывают веру страдальца в спасение от Бога. А если нет избавления от Бога, то и сама вера в него дискредитируется. Слово «спасение» в данном псалме является одним из главных ключ к раскрытию смысла псалма. Оно охватывает самый широкий диапазон значений, обозначающих освобождение от любого вида притеснений и угнетений, физических, моральных, духовных. Слово «спасение» может указывать на жизнь в ее целостности и свободе пред Богом, жизнь, при которой у людей есть возможность быть такими, какими Бог их задумал. Поскольку контексты употребления этого слова в Библии разные, всякий раз нам необходимо вчитываться в контекст, чтобы определить, о каком именно освобождении речь идет в том или ином фрагменте Священного Писания. Несмотря на то, что враги многочисленны, сильны, псалмопевец цепляется за веру в Бога, опираясь на прошлый опыт, когда Бог поддерживал и был словно щитом перед лицом опасностей. В четвертом стихе данного псалма Господь не просто так называется щитом, славой и возносящим главу. Кожаный щит, натертый маслом, это было типовое оружие древних еврейских воинов. Так они себя защищали от нападавших врагов. Впоследствии слово «щит» стало любимым поэтическим символом той защиты, которую посылает Бог, доверяющий в него. «Господь, моя крепость, ищит, на него уповало сердце мое, и он помог мне». Встретим мы постоянно такие слова в разных псалмах. Понятие «слава» — «кавод» — в данном контексте нечто большее, чем яркий свет, большее, чем солнечные лучи. Таким словом могла, правда, обозначаться не только слава Господа, как свидетельство о его величии, но и земное богатство, репутация, блеск роскоши и величия царства самого царя или первосвященника. Не исключено, что когда тот или иной царь являлся перед вельможами в своей славе, это было похоже на богато одетого в доспехе, доблестного воина, который украшен золотом, и трон его блестит, и встречает его хвалебными приветствиями. История о том, как Господь возносит голову, поднимая человека на высоту, мы можем найти не только в псалтыре, но и в истории из книги «Бытия» о том, как некий Виночерпий, который обратился к Иосифу за растолкованием сна, услышал пророчество, что фараон вознесет его главу. И действительно, в последующем сон Иосифа был истолкован и исполнен так, как Иосиф истолковал. Возвратил фараон Виночерпия в прежнем достоинстве, вывел из темницы, восстановил в чести и прежней славе. Вокруг враги, но уверенность в Бога превращает самое неспокоенное время суток, ночь, во время покоя, сна, восстанавливающего силы и мирного пробуждения к новому дню. Эту идею мы встретим в пятом стихе третьего псалма. Священное Писание нередко называет бедствие ночью, потому что именно ночью из-под тишка действовали враги. Ночь – время опасности, когда человек, не видя света, может спотыкнуться, приткнуться и упасть. Уверенность в Боге побеждает страх, как написано у книги пророка Исаия. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, всенадеющийся на Господа». Написано в другом псалме. «Мужайтесь, я победил мир», говорил Иисус Христос своим ученикам в последнюю ночь перед взятием под стражу. Будучи уверенным, что Господь услышит, автор псалма просит у Бога воздаяние, «ударить по щеке врагам и сокрушить зубы нечестивых». «Ударить по щеке» означает опозорить, поставить на место. Сломать зубы – это такой характерный образ укращения диких животных, чтобы сделать животных бессильными. Это не просто язык личной мести, звучащий в данном псалме. Псалмопевец высказывает свое мнение о том, что право Бога на правосудие должно преобладать, и все, кто оспаривает это право, могут быть поставлены им на место. Слово «спасение» завершает псалом. Если вначале речь шла о многих, которые не верят в спасение от Бога, то в конце псалма в девятом стихе звучит торжественное утверждение «от Бога спасение». Одинокий, оставленный народами, но не сломленный праведник завершает свою песню словами благословения над народом Твоим благословение Твое. Такое спасение для псалмопевца не является чем-то сугубо индивидуальным. Он просит от Бога благословения на весь народ. Благословение, утешение от Бога, обилие благ земных и небесных – это то, чем псалмопевец хотел бы поделиться с тем народом, который возрастил его и воспитал. По святителю Афанасию Александрийскому этот псалом можно относить не только к Давиду, его народу, но вообще к человечеству, которое согрешило и стало объектом для постоянных атак со стороны врагов падших духов, бесов, демонов, но возвашему в скорби и услышанному Богом, спасенному воскресением его из мертвых и поразившему нас, враждующих на нас демонов. Пусть автор псалма еще не совершенен. Он просит возмездия врагам от Бога, но он уже, можем сказать, на полпути к новозаветной заповеди. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok